всем привет с вами доскос и сегодня как и обещал расскажу про нововведение версии 1.2 и для того чтобы показать все ну или практически все новые фишки я тут построил недалеко от основного дома вот такой вот небольшой ангар чтобы было все понятно еще не отвлекало давайте зайдем так пожалуй самая яркая в прямом переносном смысле нововведение касается расцветок шерсти их теперь может быть 15 но я не смог найти все потому что не смог найти синюю руду новая руда синяя такая появилась почему-то я не смог и даже после 5 часов рытья ее найти но перейдем ближе к делу значит так у нас тут сколько два четыре шесть восемь десять десять цветов включая оригинальный белый включая три новых вида овцы то есть светло-серая темно-серая черная их можно просто поймать в природе найти и собрать них шерсть либо можно найти нового нейтрального монстра или новое нейтральное животное осьминог которая обитает под водой я ему показывать не буду потому что нет смысла под водой все равно ни черта не видно он нейтральный вас не атакуют собрать убив его чернила и покрасить черный цвет шерсть затем с помощью нового ресурса кость нападает со скелетов и является вот в таком переработанном виде то есть костяная пыль осветлителем это первая функция из черного можете сделать смешав чернила с осветлителем темно-серый далее темно-серый смешав с осветлителем осветлителем просто серый светло-серый и уже смешав далее получить белый но это я думаю никому не нужно вторая фишка в том что это костяная пыль или костяная мука является удобрением посыпав правой кнопкой мыши только что посаженные ростки вы сможете сразу сделать их выросшими и собрать урожай кости падают со скелетов когда вы их убиваете либо когда они сами умирают в результате наступления дня ну так ближе к новым красителем так красный красный получается из розы которую все прекрасно знаете желтый также получается из гладиолус или как он там называется но очень желтого цветка темно-зеленый вот этот вот получается из кактуса если цветов достаточно просто поместить в свой инвентарь и получить красный краситель то с кактусом сложнее его нужно поместить в печку и разогреть то есть вот так вот как кунись руду либо песок и уже вот получить краситель с помощью опять-таки костяной муки вы сможете осветлить темно-зеленый до светло-зеленого такого приятного либо красный до розового путем смешения желтого и красного вы получите оранжевый само собой также присутствует еще четыре полна цвета это собственно синий который из руды получается и чистый светлый синий когда смешиваешь муку и синий цвет фиолетовый потом бирюзовый и сиреневый вот все цвета ну к сожалению меня не получилось немножко еще одно нововведение косметическое два новых блока древесина сожалению я нашел только опять-таки один дико прошу прощения что не смог подготовиться но я очень долго готовился но тем не менее не все смогу третий вид то есть вот этот старый блок а третий вид он вводится растут деревья теперь ввели в игру сосны и ели вот он чуть потемнее в принципе вот по текстуре от этого не отличается только потемнее ну и как вы уже догадались вот это вот береза по функциональности ничем не отличается получается ровно столько сколько у обычного дерева брусков вот просто для разнообразия перейдем к следующей фишке это так называемые музыкальные блоки делаются они из так планок или досок и кусочка красного камня нотные они производят звуки не просто звуки вот вы слышите это если левой кнопкой нажать а если правой кнопкой изменяется нотность или тональность не знаю вот вот можете нажимать нажимайте вот так вот целой композиции создавать в общем звук разные зависимости от того на какой поверхности они стоят то есть вот песок например а вот камень правда не все они друг от друга отличается например обработанный камень не отличается от простого камня и не отличается от апсидина также шерсть не отличается от земли есть песок есть еще стекло так на этом про музыка чину все что же еще и так если вы не нашли на первоначальном на первоначальной стадии игры уголь теперь можете особо не паниковать так как в игру теперь введен древесный уголь то есть помещаете топливо вниз то есть вам нужно сначала сделать печку обязательно топливо вниз и материал наверх так это что-то не то видимо нужно натуральное дерево натуральное дерево у меня есть не переработанная да вот сейчас он переработать это конечно не выгодно но если вот вам приспищало то неплохой вариант и вот получается ничем не отличимый по свойствам древесный уголь идентичный обычному каменному что же еще у нас нового а нового у нас еще хватает немножко вам когда-нибудь хотелось сделать какие-нибудь красивые постройки из песка но вы не могли потому что он падает подлый песок теперь вы можете сделать что хотите потому что песок из песка можно сделать теперь вот такой вот камен каменный песок sandstone песочный камень вернее вот он выглядит так текстурка сбоку у него такая же практически как у обработанного камня немножко поаккуратнее надо сказать отличается он также и сверху по текстуре но главная особенность то что во первых прочнее но это никакой роли не играет наверное во вторых его можно крепить куда угодно видите он разрушается без остатка возможно надо собирать лопаты можете прикрепить на стену или потолок в отличие от песка падать он не будет посмотрим да его нужно собирать только киркой иначе он пропадет так самое прикольное тростник теперь превратился вот сахарный тростник как вы можете видеть по надписи из него делать сахар а сахар нужен в приготовлении торта торт готовится так три ведра молока сверху молоко можно получить взяв ведро в руки подойдя к корове нажав на правую кнопку мыши получится молоко так два сахара с бачков внизу пшеница и посредине яйцо вот вам торт и так до ведра остаются а то я боялся что они пропадут это было бы не очень выгодно для того чтобы использовать тортик вам сначала нужно поставить его на землю то есть на ходу не сможете использовать и он если не за один присест так сказать восстанавливается по кусочку видите вот по примерно 1 4 наверное отнимается каждый вот этот кусок восстанавливает полторы хпшки то есть полтора сердечка сейчас я вот его до есть не могу потому что у меня полная я немножко уже восстановил так ну пожалуй а последнее это значит тоже такая штука прикольная каждый наверное кто-то остроумный найдется свое применение этой штукой на но я не знаю честно говоря хорошего и применения то есть это вот такая вот похоже на такой вот автомат для выдачи теннисных шаров теннисных мячей вернее к там ракетки отбивают автоматическая штука то есть правой кнопкой мыши вы открываете меню то есть но инвентарь этой штуковины помещайтесь туда все что захотите и как тут и и и и и и да видимо через кнопку только ее можно задействовать сейчас кнопочкой воспользуемся так секунду вот видите при нажатии на кнопку он вам выдает в каком-то случайном порядке вещи ваши вот так же в принципе можно использовать ее как дистанционное оружие например вот допустим вы здесь за какой-то спрятались стеной так стекла у меня нету ну да ладно стена вот здесь допустим будет стеночка какая-нибудь воображаемая потому что если я сделаю настоящую вы не увидите того что происходит так что хотел а кнопку пару кнопок сделаем на всякий случай к сожалению разрушается вот так он действует давайте достаем отсюда все что положили и засунем туда стрелы то есть вот здесь скелет например стоит подошел каким-то образом к вашему дому и вы хотите от него извается или от другого моста какого-нибудь и вы нажимаете на кнопку и вот видите получается такой лук отлично правда вот одна один видите недостаток когда вы стреляете из лука и промахиваетесь вы можете собрать стрелы а когда вот из этой штукой на вы уже стреляете то стрелы навсегда исчезают и вы уже их собрать не можете вот в принципе все что я хотел сказать на этом обзор но введение закончен если я что-то пропустил в следующих сериях я дополню мои пропуски но на этом все всем спасибо за просмотр всем пока